Ночная фория это один из самых изящных видов драконов и вместе с тем один из самых опасных. И если вы знаете как все это подружить с кэнди красками, вы получите весьма эффектную компиляцию. Привет друзья, как вы видите в этом ролике мы будем работать с мотоциклом Kawasaki и на нем мы совместим аэрографию, подложку Dark Chrome и Candy Dark Cherry. Поехали! В штатной расцветке конечно же все хорошо, но есть один нюанс, мне ничего не нравится кроме цвета рамы и дисков. Поэтому мы разбираем мотоцикл и полностью готовим его к покраске. А это означает, что с него надо снять весь пластик, все оперение, крылья, бак и подготовить абразивом. Для таких проектов заранее готовится эскиз и уже согласно утвержденному макету убирается последовательность работы. В нашем же случае основа рисунка должна быть черной, по этой причине все детали выкрашены в черный цвет. Далее мотоцикл снова необходимо собрать, это делается для того, чтобы все сопряжения по рисунку совпадали, а все то, что не должно быть покрашено, тщательным образом заклеивается и маскируется. И теперь можно приступать к нанесению рисунка. Здесь мы работаем в технике Freehand, все детали наносятся исключительно от руки, без использования каких-либо шаблонов и трафаретов. Форма бака у нас довольно сложная, это мучлик в дизайне, разместив ключевые части рисунка таким образом, чтобы они не ломались и не искажались на ребрах. Аэрография на баке у нас будет асимметричная, на каждой стороне будет свой собственный дизайн. И после проработки персонажей мы теперь переходим к работе с фоном. Для этого заклеиваем полностью, маскируем с одной и второй стороны наших фурий, и в качестве основы горячего зерна используем подложку Dark Chrome. Суть эффекта такова, что у него очень-очень темный бок и очень яркая область отражения. И если этот эффект мягко, но весьма интенсивно нанести на ребра и в качестве подложки под основной фон наших фурий, и затем покрыть кэнди краской, в нашем случае оттенка Dark Cherry, мы получим эффект раскаленной сковороды, которая как будто бы светится изнутри. Особенно ярко это загорится после лака, хотя я думаю и без него уже под полуматовым биндером понятно, как это работает и выглядит. Здесь следует помнить и учитывать один очень важный нюанс. Кэнди в биндере перед расклейкой и лакировкой обязательно необходимо очень тщательно просушить. Тогда и расклеить получится аккуратнее, и лак в процессе эксплуатации не отвалится потом. А мы тем временем часть деталей уже покрыли и готовим следующую партию лакировку. И если предыдущая партия деталей у нас была полностью покрыта кэнди, то эти элементы, где у нас присутствует ночная фурия, имеют четкую границу нанесенного кэнди и просто рисунка. И здесь при нанесении лака нужно учитывать один очень важный момент. Первых два слоя нужно нанести максимально сухо и с максимально большой возможной между ними выдержкой. Это нужно для того, чтобы кэнди не стек и не сдвинулся на ту часть поверхности, на которой его не присутствовать не должно. А вообще для любых покрытий с кэнди краской, всегда рекомендуется делать два цикла лакировки с промежуточной сушкой и вышпуриванием. Только в таком случае, спустя пару месяцев, ваш лак не впитается, не пожухнет и не потеряет свой блеск, останется ярким, сочным, как линза, и насыщенный цвет кэнди будет радовать вас долго и долго. И этап сборки с арматурными работами тоже является не менее ответственной частью. Дело в том, что в процессе такого монтажа тоже есть риск повреждения уже готовых и сделанных красивых деталей. Поэтому здесь надо быть не менее аккуратным, чем во всем процессе целиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, надеюсь, что вам понравился наш ролик. Очень жду комментариев под ним. Буду рад всем ответить и обращайтесь за новыми проектами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова